Друзья, всем привет! Сегодня суббота, поэтому у меня получается заснять какие-то светлые кадры. Я согласен, задолбал вас тёмными, но зима это такое дело. Сейчас иду за машиной, я наконец-то сдал её и помыл. Надеюсь, выглядит она замечательно, потому что мне самому уже было противно на ней ездить. Ну и вчера я сгонял, поменял масло в машине, воздушный, салонный фильтр. Сделал промывку от прошлого масла в моторе. Ну такая процедура не очень дорогая, 2,5 тысячи рублей. Что у нас по погоде? Всё так же скользко в Москве, мелкими шажками ходим. Потому что я уже несколько раз чуть не упал. Сегодня очень долго спал, я прям фонтанирую мыслями. Проснулся в 12.30. Неделя была сложной с точки зрения работы. Ну и Катя, между прочим, ой, я чуть не упал. Тоже со мной с удовольствием спала, потому что у неё режим такой был последнюю неделю. Поскольку, Катюх, ты в 2 ложилась и в 7 вставала, да? В 2-3 ложилась, в 7 утра каждый день вставала. Ну есть, да, накопленные? Да, вообще капец. Надо ложиться, не знаю, хотя бы в 11 часов вставать в 7. А так как ложишься в 2-3 и встаёшь в 7 просто уже. Вот я сегодня не могла себя поднять с кровати. Надо ещё, знаешь, от недостатка, я думаю, солнышко, ещё массово так побрызгать витаминчик. А я каждый день витамин допью. Я прям на вот эту погоду смотрю, мне же прям дурно уже. Мне так нравится мойка возле дома, потому что я сдаю ключи и ухожу там ужинаю, занимаюсь своими делами. И уже могу даже на следующий день приехать и забрать машину. Ну прям не узнать. Такая чистая, такая красивая. Номера видно. Ну просто огонь. Вот эту штучку мне надо потом будет заделать каким-то образом. И капот не полирнули, потому что вот здесь были какахи. И они прям елись. Это не вмятины, это как раз отпор летит. Но я потом с этим тоже разберусь, да. У меня есть в планах в будущем полирнуть фары, потому что они без плёнки. Сверху бронеплёночку сделать. И вот эти мелкие коцки, которые по трассе я нахватал, ну тоже исправить. Ещё у меня есть две коцки на лобоухе. Вот тут, может быть, видите, крупный камень прилетел от фуры. И вот там посерединке. Поэтому со временем разберусь. Это всё просто занимает некоторое количество дней приведения машины в порядок. А я каждый день на ней катаюсь, поэтому после Нового года уже буду заниматься. А так я очень доволен. Тачка прям напидоренная, чистая. Клёвая. Когда она грязная, выглядит, конечно, просто скучно и серо. А сейчас прям нравится на неё смотреть. Красивую тачку всё-таки Volvo сделала. Вот этот кузов мне прям по душе. Ну и давайте внутри посмотрим. Ой, тут как хорошо-то, а. Чувствуется, что чистая. И в такие моменты хочется всегда тряхивать ноги. Сегодня у нас поистине день без денег. Мы немножко покатались, но на улице такая странноватая погода. Сейчас идёт мелкий снег-дождь. Сейчас просто сходим в глобус, наберём всяких вкусняшек. И будем дома сидеть смотреть фильмы. Катя хочет включить Аладдин. Давайте я вам покажу, что мы купили в глобусе. Московский картофель перефлённый. Никогда не трогал. Вот так мне понравился лук и сметану. Ты тоже его ела. Тебе зашло вкусненько? Нет, по-моему, они солёные. Было-было. Стаканчик купили, скорее всего, нет. Вот такие. Крафт на 250 миллилитров. Здесь 50 штук. Конфеты, которые понравились только мне. Это Рафаэлла Маракуйя. Девочкам не очень зашло. Куча семечек. Локер полосатый. Это крючки для гирлянд. Домой повесим нормально. Своила, вот эту фигню, которую у нас. Семечки от Мартина. Это обычные солёные. Тут немножко падать будет. Нашли 4 упаковки последних лежала. Это премиум семечки от Мартина. Офигительно. То есть вы увидите, попробуйте. Я уже говорил об этом. Так, вот такие твои женские штучки и не буду показывать. Тут контейнеры. Мама для себя купила. Так, что тут у нас ещё? В дорогу. Ложки-вилки. Они прикольные, то, что вот так вот друг на друга кладутся, ложатся. И удобно, компактно. Они, короче, здесь фиксируются, да. Прикрепляются друг к другу. Промандах для бога. Ливьен Собо. Это манки-сладкоежки. Трюфели. Красный очабрь. И самое главное, мы нашли вот что. Баварь. Офигительные напитки. Взяли 5 штук или 4 граната. И на пробу. Сейчас я всё буду доставать. Апельсин. А, это грейпфрут. Грейпфрут, да. Прошу прощения. Там ещё есть апельсин и лимон. Вот у нас лимон. Сейчас я себе удлинитель взял, это совсем неинтересно. Ещё есть лимончики. А, ну вот у нас апельсинка. Я как сомелье, да? Пожалуйста. 74 рубля бутылка. А самая дорогая покупка. Башет Мирен Бил. Это вот гирлянда мы маме купили, чтобы она повесила. Классно выглядит. Потом обязательно покажем, как это на тревере смотрится. Ну и тоже такие штучки самоклеящиеся для того, чтобы эти гирлянды закрепить. И пойдём твою штучку посмотрим, как ты себе купила. Ты свет не включай. Не буду. Вот так вот она. Где тут? А, ну вот. Вот такая штучка. Ещё что-то? Нет. Просто там очень темно. Сейчас будем тогда что, смотреть? Киношку? Да. И семечки грызть. С каких начнём? С премиум. Конечно. Давно их не грызли. Да, не просто пушка. Я вкуснее не ел. Это правда. Вот гирляндочка, которую мы взяли за три косаря. Длинная оказалась. 10 метров. Ну всё. Все подарки собрали. Мы от мамы с пустыми руками не выезжаем. Ну а сейчас лицом. Сейчас мы поедем с девчонками в ТЦ сгоняем. Мы хотим купить мне штаны. Помните кофту, которую с застёжкой покупали? И хотим к ним штаны взять. Ну там носочки, чё-то по мелочам. За Тёмиком заедем. Ему купим. А чё мы Тёмику покупаем, а? Я уже забыл. Да правая машина, Тёма. А, курточку? Вот это, Тёма, у тебя комбез, а? Ну просто пушка. Где брал? Я уже не помню. Не помнишь? А денег сколько стоил? Покупал. Чувак, это рэпчик, да? Хочешь такой? Нет, спасибо. Пушка же. Самый прикольный эффект, да. Вот тут, ребят, мы кофты брали. 21 шок. Пожалуйста. Представьте себе, представьте себе. Не совсем, не только полу, нечего. Достаточно удачный поход. Если бы купил пару штанов, я вам потом их покажу. Термобельё. Ну и так, по мелочам. Тёме куртку, конечно, мы взяли. Ну а Катюша взяла себе там носочки. Ну, прям совсем по мелочам. Заодно поели. Как обычно, пошли в грузинские традиции. Там очень вкусные хинкали. Впервые себе взял с лососем. Офигительно. Друзья, мы уехали к маме всего с двумя рюкзаками. Приехали. Ну, сами смотрите. Раз пакет, два. Квас взяли. И вот такой большой пакет. Сейчас сделаю обязательно распаковку. Всё вам покажу по порядку. Ну а Катина всякие штуки, дрюки уже у неё на канале. Надеюсь, это будет скоро. Ну да. Давайте начнём распаковку. Катину носки я не буду так сильно показывать. У себя потом всё сделаешь. К чему я рад? Первое. Я купил термобельё. Температура до минус 30. Ну, как написано на упаковке. Опять же, купили Марк Формель. Стоит вообще недорого. 1499 рублей. Это у нас верхушка. Я уже её примерял. Очень классно. Я её буду в поездках под пасовку надевать. Можно даже спать не в тачке. Офигительно вообще. Мне очень понравился материал. Ты в этой кофте и вот этих подштаников на термобелье. Прям как спортсмен. Как болерун, я бы сказал. Мне очень понравилось. Качество. Потому что оно прям мягенькое. Такое прикольное. Вот штанишки. Тоже минус 30. Это из одной серии. Самое смешное покажение. Катя всё никак не может нарадоваться. Вот это типа пипку сюда. Хоп. И пипи. Вот. Ну, опять же, здесь пиктограммы показаны. Можно там спортом в них заниматься. За такие деньги это прям огонь. Я скажу, я ещё не могла себе найти по размеру штанишки такие же, ну, термобельё. И мама Андрея сказала, что надо было посмотреть мужские штаны. Может быть, там был бы маленький размер или детский какие-нибудь. А я так вспомнила, что на мужских штанах, подштаниках там же вот этот вырез. Я думаю, не, мне такое точно не надо. Так, переходим дальше. Я купил себе тёплые штаны. Это такой же бренд. В 21шок его показывал. Как ты мне купил толстовочку с застёжкой. Они на клисе. Тёплые. 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 Это у меня МКО. По деньгам 3620 рублей. Но, опять же, у нас была скидка за Чёрную пятницу. Сегодня вот закончилась у нас от 15%. Да. Сейчас материалы все натуральные классные. И штанцы я себе ещё купил. Ну, это как джоггер. Тёплые с карманами. Стоили они 6900. Вот. Это Urban Classic. Медская фирма. Они прикольно смотрятся. Мне сейчас лень показывать. Но, обязательно в каком-нибудь влоге я потом покажу. Сели на меня клёво. Ещё у нас из покупок. Но потом это обязательно покажем. Это дворники я новые купил. Но эта фигня не интересная. Второе я купил. Ещё вот такие штучки на GoPro от Метра. Потому что вот Катя сейчас снимает. Я немножко её порвал. Она в какой-то момент времени. Видимо, у меня совсем оторвётся. Ещё для машины мы купили боковые шторки. Потому что мы часто, когда спим, и свет мешает. Понятно, что можно там супер тонировку сделать. Но она всё равно не спасёт до конца. Шторка свет мешает. А ещё я, допустим, переодеваюсь там в ночнушку. И днём, когда свет бьёт, всё видно. Несмотря на то, что сзади есть тонировка, всё равно просвечивает. И мне как-то стрёмно переодеваться на заправках. Особенно, когда куча народа. Эти шторки должны спасать. Но они шторки не в плане мягкие, которые можно там подвигать. А они крепятся... Присосками, по-моему. Нет, там не присоски, а магниты. Но сказали в отзывах, что и без магнитов они хорошо в пазы встают. Магниты не понадобятся. Там, получается, вся задняя полусфера будет закрыта ими. Причём маленькие окошечки, вот эти тоже. Я потом обязательно отдельный ролик записываю. Ты не сказал, что это специально для твоей машины Volvo XC60. То есть там шторки были обычные, универсальные под все машины. Но там будут щели, не под все окошки. И как-то вырезать надо. А у одного бренда именно представлены шторки для разных автомобилей. Причём для всех я видела там цены полторы, две, две с половиной, максимум три. А для Volvo XC60 это стоит почти пять тысяч. Не знаю, почему так. Может быть, из-за того, что там ещё маленькие вот эти боковушки. Ну и больше материала. Во всех машинах есть эти боковушки. Ну я так не могу припомнить, что прямо у всех. Ну говорю, если интересно, вы напишите потом в комментарии. Я запишу отдельный ролик вообще, как мы собираемся в автопутешествии. Что используем, про эти шторки тоже. Потому что сейчас вы это всё на словах, как бы слышите. А вживую мы можем, да, продемонстрировать. Осталось месяц. Через месяц поедем. Я уже очень хочу. Ну и, конечно, вам расскажем, покажем. Ближе к делу. Куда же мы собрались. Ну а потом Катюня, как и говорил, будет разбирать свои вот эти ништяки. Там куча всяких средств. Это прям будет девчонкам очень интересно. И надо будет сейчас убрать его, наверное, на балкон. Там, в принципе, пока не минусовые температуры. Всё равно пластик. Всё, вот такой у нас вложек получился. Мы сейчас будем отдыхать, монтировать. А тебе табаком пахнет, ванилию, вот этими духами. Томфорд, да? Да, да, Томфорд. Классно. И ты приготовишь тушёночку с макарошками. Сейчас? Не, попозже. Пока не хочу. Я уже не буду перед сном. Тебе сделать? Ну, может быть, чай попью. Ладно, это уже там сами решим. Угу.